итак значит мы теперь на ты ты володя и живешь в перском крае я сейчас фото перского края вот смотри буквально несколько секунд я сейчас покажу тем кто будет нас слышать видеть я сейчас показываю несколько фотографий изумительней красоты перского края так изумительней а вот потому что я общаюсь с помощью вот такой назвать телемоста со многими областями и наконец пермяк позвонил пермяк соленые уши это ты володя так я нашел красивую картинку остановился давай задавай вопросы а потом значит так во-первых у меня есть канал садоводство по железу буквально завтра ну тут еще нужен монтаж тут нужна эта музыка нужно титры это все будет это завтра на моем канале садоводство по железу не найдешь я тебя вышлю на электронный адрес до ну можно так ну может и мне найти контакты не могу найти можно скайпе сделать там и появится в контакте я буду или как лучше всего так общаться может быть вот так стоят хотите всегда заказать 35 на 10 абрикосов ну если там переписку смотрел то видимо что я хотел так убринял подробно помесьте оно тут у меня 10 гектар взял и еще парень и априкосы и персики я уверен появится мне хотелось бы еще разу основательно заняться если здесь все будет и абрикосы и персики я уверен появится по порядку давай переходим переходим к делу почему даже слушать люди и так на данный момент у меня уже песке то что должно было уже быть на сертификации то есть сырой песок холодильник стеклянные банки и это у меня а персики но я могу еще те три косточки выделить они у меня фактически закончились песке раз не больше трех костик персика дальше песке у меня уже большая часть слив да считай все вот дальше часть вишен дальше у меня в сыром песке черешня и дюки вот только остались еще сухими высылаю то что позже надо только которым надо меньше срок для того чтобы они полежали условиях близко к зимним это абрикосы яблони сибирки ранетки еще сухие значит еще груши уссурийские груши культурные груши культурные яблони вот ну и почти все вспомнил что-то мог забыть личина есть у меня на сертификации вот это так что-то я забыл то есть ты выписываешь все подряд ты назвал цифру интересную 5-10 это не тебе придется решать сколько ты потратишь 5 или 10 почему мне говорю я хочу общий план это очень важно например ты говоришь 10 например я учиться не буду абрикосы уже пусть для тебя сумма немаленькая пусть не по 25 рубля по 20 тогда получается практически все семена ну кроме там 1 2 20 рублей мы 10 тысяч делим на 20 получаем 500 всяких косточек если брать по десятку это 50 наименований у меня столько нет если брать по 20 то 25 наименований а это уже ближе к телу то есть например абрикосы такие 20 и советую например абрикосы это самый ценный продукт я считаю самый недоступный почему-то для науки в россии это например начинаем с простеньких абрикосов и сразу я задаю вопросы чтобы тебе собрать посылку все говорят на ваше усмотрение тогда мне нужно знать вот ты возьмешь у меня манджурский абрикос сыновья манджурского абрикоса простые ну да достаточно вкусные соки компот и варенье не замерзнут перском крае никогда если не сгнать вот вот передо мной картинка а здесь уклончик вот уклончик просит ша под абрикоса вот передо мной ты потом я увидишь эту картинку и вот получается дальше значит хочешь посадил и забыл вот тогда о прививках речи нет а если говорить о прививках тогда посмотрел на их листики когда проходит год смотришь листик крупный жирный оставлю-ка я его навсегда английский получился мелкий у них всегда двое родителей так плюс они чувствуют суровость края листик мелкий наверное это будет невкусные мелкие плоды а давай-ка я на него привью железо на следующий год возьму плоды и на нем привитая приученная мной где как моим этим простеньким полюбеем жирные вкусные огромные плоды вот у них будет совместимость по двое даст морозостойкость у тебя будет сад не хуже моего а а а а а а Так, погоди, слово «прополка» для меня – это с терпом по этому месту. Что-то не послышало здесь про «прополка»? Хорошо. «Прополка» – это трава, которая зарастает в округ, что он не забил в садове. Ай, нет, 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 вот все, сейчас это самое. Пошел куда-нибудь. Вот, это самое. Ну, а что особенно? Посмотри. Вот, это же здорово, у тебя самое лучшее место под это. Трава с твоим ростом. Ну, косить ты что, не можешь, что ли? Зачем это? Итак, ты будешь садить на нетронутый дерн. Я про «прополку» и говорю, что я вам обхожу, чтобы из «серен» был для ростовочка. Да, а ты сказал про «прополка», мне сразу этим. Ну, ты про «прополку», значит, по-разному я только понимаю, но все-таки метод прошел, поехали дальше. Поехали дальше, значит, совсем короткий инструктаж. Значит, все скосил, вот, все оставил на месте, вместе с травой. Ничего больше делать не надо. Подготовка закончена. Второй момент. Завозишь землю со стороны в это самое, я не все сказал, это все уходит на будущее. Твоя задача скопать вот под эти, допустим, 500 семян, что я тебе вышлю, да? Вот. Ну, если ты еще 10 тысяч заплатишь, ладно, пусть будет не 500, я тебе больше намного вышлю. Вот. Дальше. Ты делаешь несколько соток школку. Вот тут, как с помидорами, как с морковкой, тут выпахиваешь полностью ни одной солидки, ни одной травинки. И садить будешь густо-густо-густо длинными этими, с густотой помидора или даже морковки. Вот. Это первый этап. А рассадка, все, что взойдет, рассадка, это годом позже. А это опять же по железу. Ты мне дослушаешь или нет? Когда у тебя, ну вот жалко, сейчас нет подходящих фотографий, но на вебинарах их полно было. Ты делишь семена, которые проклюнулись и которые не проклюнулись к моменту посадки. Проклюнувшиеся на постоянное место, вероятность 90%, что он уже будет рассеян навсегда. Так вот дослушай, вот земля эта привозная, ну или твоя земля, ну где-то котлованчик выкопаешь. Земля чистая, стерильная, исподернутая. Все хорошо, да ты мне дослушаешь или нет? Делим все семена на две части, на спящие и на прослушающиеся. Прослушающиеся, а для них холмы и постоянные места. Там, ну только погуще, не в 5 на 6, как в книгах, или 5 на 8, а где-то 2 на 2. Вот, вот, дальше. А они потом, природа их проведет без тебя, пожиже будет. А которые не проклюнулись, я про них говорю, это шхолка. Из них может зайти половина, четверть, каждый десятый. Их нет смысла садить на постоянные места. Они шхолкой растут в первый год. А потом этот гектар, уже когда пройдет год, на следующую весну этот гектар осваиваешь с помощью пересаживания и шхолки. Да, пересадка, да, плохо. Но это оптимальный вариант, когда большая площадь. Этот гектар, если сразу рассадишь, каждая семечка на постоянку, у тебя там огромные проплешины будут. Ухаживать неудобно, косить много. То есть два этапа. Первая – шхолка, часть на постоянные места, а дальше осваиваешь хоть один гектар, хоть десять. А через несколько лет появятся свои семена, ты потом засадишь весь в Пермский край. Хорошая, Валера. Нет, ты маленький масштаб. Я всю землю, но сами не на Марсе сейчас оставлю на будущее. Вот так мысли. Значит, Валера, смотри, я сделаю две фасады. У меня получат закрытие от всех же ветров от него. Хорошая такая. И вот на фоне ёлочек лесосад вот такой неградимый получается. Ну всё, нет. Слушай, ты Анастасиевец, ты сейчас такого, таких дробно ломаешь. Ты сам первый сказал, давай на ты, поэтому я с тобой по-процесски. Ты, Анастасиевец, ты своим лесосадом, своим содружеством растений, ты дробно ломаешь. Никаких этих самых диких растений в саду. Никаких, ни одного. Ни одной сосенки, ни одной тополёчка. Забудь ты про это всё. Да пусть тебя стоит, лишь бы только лесосад, а не как садят. Умудряются среди яблонь посадить кедры. Ну и пусть тебя растёт, это отлично. Если бы его не было, пришёл бы его посадить. Ну, лесосад он стоит в лесоперой. Понимаешь, как живут? Получается, как типовая лужка у меня садов был. У меня в лесоперон лес, а в середине вот гектар это был этот сад. Вот примерно понял, сколько лесосад у меня. Ну, прищёж фотографии тогда пойму. Ага, ладно, у меня в интернете есть. Ни дорогие друзья кушают. Напиши просто. Попов Владимир, Первский край, город Чернушка. И сейчас расскажут о родине. Нет, пока ты мне в WhatsApp не напишешь, я ничего не это. Я на слух не воспринимаю. Старею. А когда у тебя семена поделятся? Какого времени у меня есть? Я это... Давай тогда так. Постарайся, возьми ручку, я прямо запишу сейчас. И мы для всех фильм снимаем, правильно? Мы снимаем кино для всех. Вот. Сейчас я буду называть циферки. Да ничего страшного, я включу свой телефон. Ну ладно, давай, хорошо. Молодец, запасной вариант. Адрес закалки. Сейчас я листаю свой этот самый. Так, я тебе этот адрес, я тебе свою скину. Он у меня в садоводке находится. Адрес искать. Так, сроки сертификации. Люди видят это все на экране. Сейчас я еще... Конкретно сроки сертификации. Если ты... Ты должен знать абрикосы за полтора-два месяца до высадки. И для серединной России я пишу. Ну, кому-то даже это сложно. Я пишу. Сортификация абрикосов середина февраля. Громкая. Ну, это пять минут займет. Груша середина февраля. Вишне начало января. Яблони середины марта. Сливы середины января. Так. Чего тут не хватает? Ну, перчика у меня уже нет, можно не говорить. Они у меня уже с января на сертификации. Так. Что я забыл? Манджурские орехи. Вот будет лесосад, если манджурские орехи посадишь. Они у меня с января на сертификации. Вот. Лисина это тоже лесосад. У меня они уже на сертификации с января месяца. Схожесть отличная. Не знаю, положить тебе в эти десять тысяч еще манджурских орехов. Сможет. На всякий случай скажу, чтобы все слышали. В принципе, они уже знают, как заказывать. Осталось спустяк. Деньги надо пересылать. Самый быстрый способ. Простой. У меня телефон. Привязан к карте Сбербанка. Называется 8 960. Это для всех валерок. 8 960 776 8672. И там высветится самая каринница. Это имя, отчество и целое. Это написано. Значит, номер. 8 960 776 867. 72. И ты мне звонишь по этому номеру. Звонишь. А, ну что, просто так бы и сказал. Это я не тебе. Это я людям. Я понял. Я знаю, что приятно. Да. Годится. Переведем хорошо. Когда вот-вот? Когда вот-вот? Когда вот-вот? Когда вот-вот? В мае, Валера? В мае. Вот видишь, уже для того и кино надо. Я говорю так. Давай тогда другие цифры называй. Спасибо, что подсказал. Абрикосы два месяца. Ольтра два. Груши два. Вишни два три. Яблони один. Сливы три. Так, не писти давай. Вишни сколько? Вишни два три. Два три, дальше. Яблони один. Яблони один. Ну, а яблони так же это будет. Сливы три. А ты уже будешь отстегивать время. Знаешь, от мая обратно будешь идти. У тебя получается на месяц позже, чем допустим в Москве. Нет. У меня так же примерно два. Ага, тебе кажется. Ты почти сибиряк. Ты уранец. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня в Москве очень живет. Ладно, поехали дальше. Сливы три. Так. Ну, что еще? Орехи. Персики четыре пять. Орехи четыре пять. Ой, фундук четыре пять. Личина четыре пять. Этот. Мальчужский орех три. Я еще забыл, чтоб тебе еще сказать. Что я еще забыл. Дюк, дюк, дюк. Получается. Значит, смотри. Вишни получается три. Черешни четыре пять. Дюк посередине. Получается три четыре. Дюк, дюк, дюк. Дюк, дюк. И вот здесь, когда я... Вот моя... Подсказка моя, да. И вот тут я написал. Исключите горшочки на подоконнике. Сразу испячий покленущий почву сада. Вот. 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 Ну, хорошо. Я немножко высылаю эти веточки на укоренение. Все. Значит, запомни. Никогда не покупай шелковицу с семенами. В этих южных краях она может дать приличные плоды. А у тебя, у меня, на Урале, в Сибири, она даст такие мелкие. Посмотри на ноготь на своем мизинце. Вот такие будут. Хорошо. Шансов ноль. Только не Семен. Хорошо. Как меня слышишь, наверное? Слышу хорошо. Хорошо. Давай тогда опору сделаем на прикосы. А, груши, груши, груши. У тебя сухих семенов не осталось? Зачем? Груши, ой, ты плохо слышишь. Груши у меня только сухие. Потому что у них срок сертификации максимум два месяца. Поэтому я их еще в песок не закладываю. Я прикосы не закладываю. Вот. Поэтому груши, они у меня делятся на подвойные. Подвойные — это уссурийская. Дикая, прекрасный подвойь. И сварок. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны вечера. Так. Первый отключился. Теперь я ему звоню и продолжим разговор. Как мы и договаривались. Так. 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 Ага. Продолжаем. Итак. Груши делю на подвойные — уссурийские дикие и сварок. Вот. А культурные — ну, если ты готов ждать. 5, 8, 6, 8, 10 лет первого рожая, то, пожалуйста, у меня сладчайшая культурная груша — лучшая коллекция, по крайней мере, в Северной Руси. Вот. Груша красная. Я надеюсь, что я напомню хочу измерить. Да. А черешни стала? Черешни у меня две. Чистая черешня — это черешня Боднера и черешня… Из того же Боднера, только название другое. Желтая дрогана. Дрогана. Вот. Вишни есть дикие, а есть вишни с генами черешни. Те же дюки. Кстати, смотри, ты когда будешь заниматься, они какие-то шкуры чуют, куда попали. Вот. У меня груши, черешни, вишневый сад — это у них кроны сомкнулись, это как одна семья. Что получается? Вот. Прекрасные груши мои, вишни мои, прекрасные полители черешни. И вот я держу плод — это черешня вкусная, сладкая. А у него расщепление уже будет гарантированно. То есть, ты посадил, допустим, десять косточек черешни. Ну, допустим, фантастиков, все десять зашли. Хотя так не бывает. Вот. И ты видишь на одних очень крупный лист твою ладонь. Все эти черешни. Выживет, не выживет — другой вопрос. Вот. Рядом растет мелкий лист, чисто вишневый. А ведь написано «черешня» и правда «черешня». Расщепление свойств произошло. Но потом у этой вишни, если ты опять доведешь до положения, поставишь кочки, может получить снова черешню. Я такие случаи описывал. Потому что добавилось еще… Они же у меня не просто, они привиты на вишни. И получается плюс вегетативная гибридизация. И когда я говорю, мы сылаем кочки черешни, потом не кидай меня камнями. Когда часть из них будут вишневыми листьями. Это я всем говорю. Я это даже учу этому. Это надо знать. Но зато морозостойкость высочайшая. Я понимаю. Я понимаю. Это понятно. Хорошо. Смотри. Мы сконцебрируемся. Амрикоши, глуши, вишни. Я бы тоже можно выбирать. Я бы пиццелин, орех, орех манджурский. У меня лещина мелкая. У меня лещина мелкая. У меня лещина мелкая. Но главное не замерзает и повдоносит хорошо. Кто-либо, что я не знаю. Доброе утро. Ну да, формируем. 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 У меня деньги и лещину карты. Плевем. В inimers. Ах подожди. Это мой свыклочник, перечень. Ну ладно, хорошо. 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 Ну, так еще таки мне надо просто идти на витуральный. — Ну, по WhatsApp куда проще-то? — По WhatsApp у нас компьютер. — Аааа. — Ну, мы подзвоним, только у нас будет другой номер. — Ну, это знает, что это вам? — Да. — А, ну хорошо. — Ну, мы подзвоним, только у нас будет другой номер. — А вы представьте, скажите те самые, чтобы кино снимали. — Да. — Чтобы там было так. Володя, фамилию? — Хорошо, по WhatsApp. — Скажи фамилию, так. — Ну, ладно. — У меня на сцене такая хорошая, очень горячая. Вот пришло у меня будет, понимаешь? — Ладно, только чтобы я знал, что по WhatsApp от тебя это пришло, а нет другого дяди. — Переписка, переписка. — Да, 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 да. — Да, да, да. — Иди иди, иди, иди.